Так, куда мне нужно смотреть? Наверное, сюда. Сколько русских студентов, которые после принимают участие в занятиях? После? Я могу сказать, сколько русских студентов в чате? Я думаю, что это то, о чем я спрашиваю. Из-за времени, наверное, русские ученики проходят урок в другое время? Нет, мы записываем, я думаю, что для платформы. Если кто пропустили урок, вот посмотреть в записи. Но для русских студентов это нормальное время? Нет, я имею в виду, я перепутал, я имел в виду Ламрим. Я не знаю, сколько людей для Ламрим смотрят, потому что, а, я не знаю, сколько, потому что на платформе его выкладывают. То есть ты не можешь посмотреть, сколько, 10 часов, 10-10 часов. И я тут только что говорил Светлане, что сегодня я использую 4 экрана, и это немного меня смущает. То есть у меня три внешних монитора для моего ноутбука, и я сам немножко так запутан этой ситуацией. Давайте начнем с мандалы. Пожалуйста, сделайте мудру. Сегодня я могу сказать. Вот огромная земля, наполненная ароматами благовоний, укрытая покрывалом из цветов. Великая гора, 4 континента, украшенная драгоценными камнями, солнцем и луной. В своем сознании я вижу их раем Будды и подношу их все тебе. И пусть с этим деянием каждое живое существо ощутит чистый мир. И дам Гуруратна Мандала Камни Рятая Ми. Я принимаю прибежище в Будде, Дарме и Санге, пока не достигну просветления. Силы и добра, которые я творю Даянем и прочим, пусть я достигну просветления ради каждого из живых существ. Я принимаю прибежище в Будде, Дарме и Санге, пока не достигну просветления. Силы и добра, которые я творю Даянем и прочим, пусть я достигну просветления ради каждого из живых существ. Я принимаю прибежище в Будде, Дарме и Санге, пока не достигну просветления. Силы и добра, которые я творю Даянем и прочим, я достигну просветления ради каждого из живых существ. Я, так, он произносит длинный вариант, у меня нет его, к сожалению, перед глазами. Силы и добра, который я достигну просветления ради каждого из живых существ. Хорошо, те, кто только присоединился, я хочу сказать, что я сегодня использую три внешних монитора для моего компьютера, поэтому, возможно, у меня сегодня будут какие-то неполадки, потому что я сам еще не разобрался, хотя это здорово на самом деле. Итак, я сейчас делюсь экраном, мне кажется, нет. Так, вот, как поделиться экраном. Итак, вам нужно увидеть, вы должны видеть такой светло-голубой экран, верно? И вам нужно немножко сейчас за ним понаблюдать. И сейчас мы пройдемся по практике радости. И я, кстати, хочу вам сказать, что я был настолько впечатлен и очень благодарен вот за эти списки благодарностей, которых вы прислали. И это что-то невероятное на самом деле. Так, я хочу кое-что с экранами своими сделать. Так. Я тут поделился некоторыми своей женой, и она тоже сказала, что это очень замечательно, впечатляюще. Тоже была впечатлена вот этими благодарностями, списками. Я надеюсь, что вы видите сейчас меня. Да, точно так же. Итак, давайте начнем с практики радости. Кто первый? Светлана, вы у меня первая на экране. Я хочу порадоваться, что сегодня после работы с коллегами четыре вышли вместе из офиса и пошли вместе к станции метро и разговаривали, общались вместе неформальным образом. И вот такая поддерживающая обстановка, и работать вместе с радостью, и поддерживать друг друга. Это способ создавать семена для поддерживающего окружения в будущем, для того, чтобы иметь возможность помогать другим людям. И я посвящаю эту добродетель всем живым существам, чтобы все имели дружелюбную, дружескую атмосферу, сообщество, могли работать и поддерживать друг друга. Очень хорошо. Да. Это очень, на самом деле, дает чувство удовлетворения, если вы можете ходить на работу каждый день и чувствовать себя таким образом. Если вы проецируете мир таким образом. Отлично. Дарья. Доброе утро, достопочтимые Сумати. Я радуюсь, что скоро я пойду в отпуск. И вчера я готовила для моих коллег. И я думала, что я готовлю для Будды и Ангела. И сегодня, когда мои коллеги ели эти блюда, и эти блюда, это без мяса, это овощи. И они сказали, ооо, это великолепно, это очень вкусно. И как ты это приготовила, они сказали. Ооо, здорово. То есть ты умеешь делать вегетарианские блюда. Очень хорошо. Хорошо. Так, кто у нас следующий? Наталья, мой переводчик. Да, я могу тебя слышать. Я хочу сделать это. Я хочу показать все. 죠. Это же самое. Я буду раду. Так, кто у них тоже. Что глупо. Это здорово, это замечательно. Это сажает такие сильные семена на эту жизнь и на следующую жизнь. Я аплодирую. Хорошо, Катя. Сегодня ты ходила утром на работу, так выглядит? Да, я ходила на работу. Ты бегала или джоггингом занималась, бегом? А, я занимаюсь триалтоном, и я люблю еще плавать и кататься на велосипеде, и бегать. О, здорово. На самом деле, объясняют разницу между бегом обычным и которым атлеты делают. И чему же ты радуешься? Сегодня у меня будет встреча с офисом ACI, главным. Они попросили меня присоединиться, и чтобы я смогла помочь им с ретритом, который будет в городе, в Мексике. И я очень счастлива, что меня попросили, и что я смогу помочь вот таким образом служить. Здорово. Это, кстати, тоже сажает очень сильные семена. А как далеко Гвадалахара от города Мехико? Я думаю, что 400 километров примерно. А сколько километров на машине? Я думаю, что на машине 5 часов примерно. А на самолете 1 час лететь. Здорово. А как ты туда добираться будешь? На самолете. Я надеюсь, что на самолете. Хорошо. Так, Дарья. Дарья, мы уже спрашивали. Лейла. Я рад тебя видеть. Здравствуйте. Я на прошлой неделе была больной, болела. На прошлом занятии. И спасибо всем, кто мне послал пожелания выздоровления. И я действительно... Мой кашель уже гораздо-гораздо лучше. Я радуюсь сегодня. Не только сегодня. что я смогла помочь моим родителям и моему брату. Они собирались, как я поняла, поссориться. И у моих родителей была сложность, как помочь вырастить ребенка. Я выросла в Марокко, и было не очень много инструментов, которые можно было... Мой папа, он психиатр, но многие инструменты не были для нас... Вот он слово произнесло, и спектрум, и суммати уточняет, что это такое спектрум. Я не очень уверена. Какой-то диагноз... Ему не могут дать точный диагноз. Сидром какой-то Аспергера. Аспергера. И он очень... Он со сложностями растет для семьи, для нас. Но он полностью функционирует, у него есть работа, но у него есть сложности сейчас. И когда семья собирается вместе, мы пытаемся ему помочь. И я тоже стараюсь принять участие. С детства старалась принимать в этом участие, потому что это очень близко ко мне. И они слышали друг друга, брат и родители, насколько я поняла. И они были уже на грани того, чтобы ссориться. Они друг друга обвиняли. И у меня получилось поговорить с родителями, моим братом. И у меня получилось смягчить немного ситуацию. И вот это возрастающее понимание того, как вещи не являются самосуществующими, и вот пустоты. Я думаю, вот это мне помогло смочь помочь им. Что нету виноватых в этой истории, и постараться помочь им. Поэтому я радуюсь, что я смогла помочь им. Чтобы моя семья, которую я люблю, страдала немного меньше. И помочь справиться им с эмоциями их. И восстановить вот эту связь, помогла им быстрее. И не погрузиться в... Вот в эту историю. Ну, не утонуть дословно в этой истории, эмоциях. Да, это будет сложно. Да, потому что будет улучшаться. Вы будете думать, что уже улучшается. У меня, конечно, ограниченное знание по вот этой ситуации болезни. Но это может быть действительно сложно. Он молодой или... Он на год меня старше. На год старше. У него очень много сложностей. С эмоциями своими у него сложности. У него не получал справиться с эмоциями, когда он хочет кричать, сердиться. И это непредсказуемое бывает... У всего этого одинаковая проблема. Нам кажется, что мы можем это контролировать в каком-то смысле, но нам кажется, что у нас есть контроль над этим. Есть вот слово, я пытаюсь его вспомнить. Я просто очень счастлива, что я могу... У меня получилось использовать то, что я изучаю, для того, чтобы попытаться помочь. И это то, что я делаю. Я рад. Да. Я рад, что Дарма может оказать такую помощь, что ты смогла вспомнить про это несамосуществование. Ваваня, Татьяна. О чём вы радуетесь? Здравствуйте. Я рада, что выполнила своё замеченное дело. Я сдала экзамен по четвёртому курсу до 31 марта. И семена соединения зашли так, что я очень быстро получила работу на проверку. И вчера я проверила уже пять домашек и пять контрольных. Ага, сейчас. Да, и стараюсь быстрее завершить, чтобы студент получил как можно быстрее свои результаты и сертификаты. Продолжение следует... 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 То всё таким зелёненьким на платформе САИ отмечено, и закончены все 10 занятий. Здорово, это даст тебе завершающую карму на будущее, ты создал. И ты будешь скоро в Diamond Mountain, да? Да, я во вторник. И я очень надеюсь, что мы встретимся. Это будет очень весело, если мы встретимся, я думаю. Так, к чему же я радуюсь? Моя очередь настала. Я радуюсь тому, что мне кажется, я понял, как же использовать четыре монитора и презентацию в Zoom одновременно. И у меня были трудности с книгой, и я сердился. И не расстраиваясь. И мне нужно было что-то починить, и я искал это в другой книжке. Но всё хорошо. Поэтому я думаю, я хотел бы поделиться двумя аспектами моей практики. Я столько занятий уже преподаю, что я не помню, делился ли я с вами моей прогулкой с моей женой. Нет? Вроде нет. Было две вещи. Этим утром это небольшие вещи, но они такие личные и очень важные. Сегодня утром я делал кофе в чайнике, кипятило воду горячую. Я поднял его. И мне казалось, что там будет достаточно, что делать кофе. Я поставил его обратно. Я подумал, всё хорошо. Сране наполнит его, если ей нужна будет следующая чашечка кофе. Я, конечно, мог наполнить его. Я решил, что в будущем я буду думать, что мне нужно помогать кому-то. Если я должен помогать кому-то, если я могу наполнить сам этот чайник, то как бодхисатва, это было бы хорошим действием. Это может быть какие-то, кажется, глупые вещи, например, как чайник или пакет с мусором. Если вы можете это сделать, возьмите, вынесите его. Есть ещё один возможность. Я бы не буду говорить, что он очень глубокий пример, сильный. Мы гуляли, и часть моей работы, следующие несколько лет, потому что я принимаю участие в другом проекте книги, моя жена заглядывает в комнату и говорит, хочешь что-нибудь? Может быть, прогуляемся? Хочешь сделать это или это? И я говорю, я должен сказать, да, я хочу сделать это с радостью, потому что... И вот мы идём, и я достаточно медленно сейчас, я не могу гулять так, как я привык к этому. И она часто идёт, легко обгоняет меня, идёт впереди, 50-60 метров впереди меня. И моя первая мысль может быть, о, это здорово. И я иду сам с собой, ну, один. И у меня есть телефон, и она впереди меня, и я... И я не вину её, что она так быстро идёт, потому что это как бы моя проецирующая карма, и я её проецирую, мою жену, что она это делает. И поэтому вместо того, чтобы есть что-то говорить, я стараюсь какую-то радость найти в том, что я иду один, вот сам с собой, пока она впереди быстрее идёт. И смысл в том, что я вас призываю наблюдать за своим умом, что в нём происходит. И вот когда вы в формулировке формулируете что-то, или вы думаете, вы думаете, что это самосуществующим образом, то есть моя жена, например, она самосуществующая, она может хотеть гулять на любой скорости, какой она хочет, но это в данном случае из меня происходит, и нет никакой другой оговор, объяснение этому её скорости прогулки быстрой. Или, например, что она в телефоне сидит, это раскрывающаяся карма. Может, она вообще мне урок какой-то преподает, может, она у ангела высокого уровня и учит меня, она была одета как раз в белое в ту прогулку, даёт мне какие-то подсказки. И я вас тоже призываю подумать об этом, использовать эту практику 24 часа 7 дней в неделю, вместо того, чтобы просто сидеть на подушке, медитировать полчаса, использовать это вот ежедневно 24 часа и внедрять это в свою практику во всех ситуациях. И в этом весь смысл. Практика постоянная. Мы находимся на восьмом уроке, и это доказательство мастера Дарма Кирти о существовании прошлых и будущих жизней. И он даёт 10 доказательств, существование прошлых и будущих жизней. Он говорит, конечно, о будущих жизнях, но это подразумевает и прошлые жизни, конечно, тоже. И его главные доказательства того, что ум обычного человека в момент смерти перейдёт в следующий момент ума и врождения. И обычный человек страдает от вот этого хватания и желания в момент смерти, испытывает это. И на этом уроке мы рассмотрим 6 доказательств из 10, которые существуют, а 4 рассмотрим на 9 уроке. И вот когда я переворачивался в моём машине, я думал, возможно, это есть. и моя мысль была как что я удивительно человеческое существо и я вообще рад тем, что случилось и моя первая мысль была ой, я сейчас выясню, что будет дальше и если я умру перевернувшись в грузовике, то вот это была моя мысль первая. То есть мой ум не был испуган, я не был даже встревожен, то есть у меня был такой же интерес, а что будет дальше, что дальше наступит. И поэтому, ведь я очень близко к сердцу воспринимал практику. И это, как мне вам это сказать правильнее, и вот это 4 курсы, 13 это курсы по логике и это самые сложные, которые я преподаю, самые сложные, по моему скромному мнению, и немного скучные тоже. Итак, анатомия логического доказательства. Нам нужно понять, вот как делается доказательство, логическое объект, доказательство, предмет утверждения, которое мы доказываем, и причину существующего утверждения, то есть какой-то предмет разговора или доказательства, утверждение, которое нужно доказать, и для того, чтобы доказательство было правильным, чтобы его можно было использовать, причина должна иметь качество обсуждаемого предмета. Есть ли связь между третьим и первым? характеристика, чтобы быть доказуемой, и причина, я вам пример, достаточно тривиальный, рассмотрим солнце, это предмет, качество или характеристики, которые нам нужно доказать. Солнце не голубое, причина, потому что оно уже есть желтое. Три, все три следуют первому, да, солнце желтое. Хорошо. Если третье первое, то второе тоже должно быть правильным. Если третье правильно, второе тоже должно быть правильно. Если что-то желтое, оно не может быть голубым. Если что-то желтое, оно не может быть голубым. Если вы отрицаете второе, третье тоже должно отрицаться. Если Солнце не голубое, тогда оно не жёлтое. Это тривиальный пример. И мы пытаемся доказать существование прошлых и будущих жизней. Первое доказательство. Рассмотрим три характеристики, вот эти три вещи, присущие новорождённому ребёнку. Первое. Это дыхание, это органы чувств его и чувство беспокойства, ум с чувством беспокойства. Второе. Они не произошли от чего-либо независимого от них самих или похожего типа того, что произошло ранее. Третье. Потому что новорожденный сейчас обладает этими тремя характеристиками. Когда вы принимаете, что все эти три характеристики происходят из чего-то похожего предыдущего в прошлом, я здесь что-то упустил. Рассмотрим эти три характеристики новорождённого ребёнка. Это дыхание, ясность органов чувств. Поэтому, если мы рассмотрим эти три характеристики, ребёнок имеет их. То есть три и один. Три и один. Критерий удовлетворяется. Третий. Затем второй. Так как вот этот ребёнок новорожденный сейчас владеет этими тремя характеристиками, это не что-то, что не зависит от чего-то такого же типа, из которого оно происходит. То есть мы говорим, что эти... О чём мы говорим? Мы про эти три характеристики говорим. Они происходят из чего-то предыдущего. Если бы они не происходили из чего-то такого же типа, он не мог бы ими владеть, этими качествами. Это мне самому не очень понятен, вот этот пункт. Давайте дальше. Второй. Давайте рассмотрим эти три характеристики новорожденного ребёнка. Это дыхание, ясность органов чувств и чувство беспокойства ума. Они не только не произошли из четырёх элементов. Не только из тела из четырёх элементов не произошли. Четыре элемента — это... Они не произошли только из четырёх элементов. Четыре элемента не могут быть материальной причиной, потому что эти характеристики, материальная причина, должны быть похожими на вот эту субстанцию, как результат, из которого они происходят. А физические элементы не могут превратиться в ум или сознание. И они должны присутствовать для того, чтобы... И вот эти три качества не могут происходить ни от одного из четырёх этих элементов, ни из всех вместе, никакой комбинации этих элементов. Четыре элемента. Первая глава Абидарма Коши, в ней есть все объяснения этих четырёх элементов. И это на самом деле метафоры для энергии, которая лежит в основе всех живых и неживых вот этих физической материи. Например, Земля — это метафора для энергии, создающей твёрдость мира, твёрдость. Огонь — это жаркое и горячее, горячее и жаркое. Воздух — это двигающийся, лёгкий и движущийся. И ни одна из этих характеристик не может... Они часть человека, но это не то, откуда человек может происходить. Поэтому вот это доказательство, один и три, и номер три. Рассмотрим три характеристики. Они не произошли, вот эти три вещи, новорожденные, только из четырёх элементов. Тело не только не происходит из этих четырёх элементов, потому что оно происходит из чего-то похожего, то, что существовало ранее. Эти характеристики не происходят из четырёх элементов, потому что они должны происходить из чего-то похожего. Третье доказательство. Рассмотрим эти три вещи новорожденного. Это дыхание, органы чувства и беспокойство ума. Они не произошли только от элементов, потому что элементы не являются живым существом. И живые существа не происходят от химических элементов или камней. Они не произошли только от элементов, потому что если бы они могли так делать, то тогда бы элементы превращались бы в живых существ. Но они же так не делают, в этом нет смысла. Четвёртое доказательство. Рассмотрим ум. Он не является чем-то, что не переходит в следующую жизнь, благодаря способности... Потому что у ума есть способность порождать себя. В течение нашей жизни наш ум воспроизводит себя от момента к моменту без какого-либо прерывания, остановки. Какое у нас есть доказательство? Мы думаем, что если мы что-то, чему-то научились в старшей школе, мы научились, например, изучать, изучили язык, то это будет с нами продолжаться, знание всю жизнь останется с нами. Но вот каждый момент ума делает новый момент ума и делает новый момент ума в нашей жизни. Поэтому почему мы думаем, что это не произойдёт после смерти, что ум не воспроизведёт себя дальше и не будет продолжаться после смерти? И природа ума не меняется быстро, внезапно от момента этой жизни и не прекращает сам себя. И он будет продолжать себя в момент смерти и перейдёт в другую жизнь. И вам нужно схватиться за это осознание. Я думаю, что это очень важно. Ум — это поток, такой постоянный поток непрерывный. С чего это? Он вдруг может остановиться после смерти ум, поток ума или поток сознания. Я не доказал нормально так, как я думал это сделать. Рассмотрим эти три характеристики. Они не являются причиной тех трёх вещей, потому что... Так, этот слайд — это вообще какой-то тут беспорядок. Если бы это было правильно, если бы элементы превращались в живые существа, неважно, какие элементы, то ум, сознание возникало бы из микса разных элементов, из смеси разных элементов или ингредиентов, которые можно смешать. Что мы пытаемся сделать? Мы пытаемся установить факт, что есть будущее, что есть будущее жизни, и для меня самым главным является, что является причиной будущей жизни. если это не происходит из элементов или какое-то изменение элементов, то не происходит из железа, металла, то откуда происходит... Если мы понимаем, как продолжается наш ум согласно знаниям, а он продолжается в течение дня, месяца и года, и всей нашей жизни, и если мы знаем, что он продолжается постоянно, то, конечно же, почему он перестанет продолжаться когда-то? Он продолжится и между жизнями. Давайте вернемся к домашней задании этого урока, что нам нужно здесь было обсудить. Итак, первый вопрос домашнего задания. Какой основной принцип, лежащий в основе аргументов мастера Дармакирти в пользу прошлых и будущих жизней? Самый краеугольный камень аргумента мастера Дармакирти это то, что результат материальной причины должен быть похож на эту причину и наступать после нее. То есть ум не происходит из элементов, ум происходит из момента ума до этого. И причина, материальная причина ума, результат, должен быть похожи друг на друга, причина и результат. И материальная причина ума могла бы тогда похожа на элемент железа, но она же не похожа на железо. Поэтому материальная причина была бы похожа на один из четырех элементов, но он не похож, ум. Поэтому материальная причина моего ума должна происходить из ума до этого. И это значит, из прошлых жизней он происходит и так же продолжится в будущих жизнях. И это, если у меня есть ум сейчас, я был перерождён, и в момент он продолжается и продолжится, и я буду снова рождён, мне придётся это сделать. И вот это краеугольный камень буддизма, это вера в прошлое и будущее жизни, вот этот концепт. И вот есть такое понятие нашего начала жизни и конец жизни. Мой ум не может вот это распаковать, но нужно подумать над этим. Что происходило до? Что я имею в виду? Если я не верю в прошлое и будущее жизни, это кажется мне какой-то загадкой, мне нужно постараться понять. И до того, как я не увижу пустоту напрямую, я могу много раз услышать об этом. Я слышу что-то как информацию, мне нужно записать это. Так, у меня есть копия 10 вопросов, которые лорд Будда отказался отвечать на которые. У меня есть копия этих вопросов, и я хочу поделиться с ними на следующем занятии этими 10 вопросами, которые... Мне надо подумать, куда бы мне их положить, чтобы не забыть потом. И поэтому момент ума до создает момент ума сейчас, моего ума. И это и есть материальная причина для следующего момента ума. Какие три характеристики, которые должны были включать в предыдущую жизнь? Назовите их. Функционирующие органы чувств, дыхание, функционирующий ум. Назовите четыре строительных блока элемента. Это третий уже. Физитка и материя. Первый элемент земли – это энергия, обуславливающая твердость и прочность. Элемент воды – это энергия текучести и влажности. Огонь – это энергия тепла и горения. И воздух – это энергия движения и легкости. Идеальным здоровьем, оно тогда, когда мы находимся в балансе этих четырёх элементов. Но это очень редко. И поэтому болезни – это вот когда, например, какая-то из четырёх элементов сильнее оказывает влияние, чем другие. И вот вся китайская медицина, она об этом, насколько я понимаю, они этим занимаются, диагнозы ставят, когда слишком влага превышает, и когда нужно баланс, сбалансировать вот это движение энергии. Назовите три причины, почему эти три характеристики не происходят из элементов. Каждый раз, когда вы комбинируете элементы или имеете один элемент, должен появляться ум, а это неправда. Потому что у меня вот есть какие-то куски железа или железных листов на моей столе, но от этого не появляется никакой ум. Ум живой, а элементы – это камни, химические элементы, неживые вещи. И эти три характеристики должны происходить из чего-то более раннего, похожего типа. Эти три характеристики, которые все время упоминаются – это дыхание, органы чувств и функционирующий ум. И они должны происходить из чего-то похожего типа, что было ранее, из предыдущей жизни. И у них есть эти характеристики. Как я сказал, это такое очень сбивающее с толку, сложное. Тринадцатый курс более глубоко будет погружать вас в тему логики и будет объяснять, зачем нам нужно использование логики и дебатов, дебатирование. Это не то, что мы пытаемся доказать кому-то другому то, что мы и так знаем. Это мы пытаемся доказать самим себе. И в этом есть смысл. Вот это понимание логики. И это полезно этим заниматься. Чем больше у вас появляется каких-то определений и идей... О, Лейла, ты руку подняла? Давай. Мой вопрос... В буддизме как наше рождение воспринимается? Потому что у людей бывают разные разговоры, мнения разные. Мне не очень понятно. В буддизме это перерождение? Это... Имеется в виду ли это, что наша сущность, суть перерождается? Или это то, что мы представляем, например, что мы принимаем такую форму, как, например, волна в океане? Или мы возвращаемся, или мы обратно в океан? Или какая-то вообще смесь происходит? Часть из нас перерождается разными способами? Или... Я знаю, как... Я сложный вопрос задаю, я знаю. Позвольте мне выйти из слайдов для начала, из шоу слайда. Давайте подумаем над этим. Хочу перестать с вами экраном делиться. Я думаю, это было Тикнат Харн, который использовал в океане... Я думаю, он не был первый, но в океане в океане... Метафора мы принимаем форму... Это вот кто-то использовал метафору океана и волны... Это связано с концепцией потока ума. Как мы можем думать об уме как потоке? Это немножко странно. Это такие лёгкие энергии. И вот я себя... Например, у меня лёгкая энергия, которая чувствуется в теле. И вот то, о чём ты спрашиваешь, мне кажется, это вот... Часть потока ума происходит из сумати. И у меня были бесчисленные количества жизней вот этого потока ума. Как это происходит из меня? Быть сумати... Вот я сейчас сумати, а потом меня... Я не буду сумати. Женская версия меня была когда-то... Давайте использовать... Так, мою любимую жену, вот у неё всегда есть мнение. Это хорошая вещь. Она больше бомширными знаниями, чем я, обладает. Если всё раск... Давайте поисследуем. Если всё раскрывается... Возможно, ментальные причины... Ментальные заболевания раскрываются... Может быть, живой человек раскрывается, как живой человек, карма, а ваше... И нет никакой ментальной способности. Но, возможно, какое-то сочетание кармы вызовет ментальные болезни. Вот раскрытие того, что вы родитесь с ментальной болезнью, если я правильно понимаю, что он пытается объяснить, не очень уверена. Вот эта жизнь раскрылась для меня тем, что я стал учёный. Я и пишу книги по ядерному оружию. У меня должны были быть какие-то бесчисленные кармы для этого. И карма вот так вот раскрывается сейчас. У меня есть вот эти кармы, которые... Определённая карма для меня, которая раскрывается человеком. Он называет рост шесть футов и с чем-то. Но я спрашиваю этот вопрос вообще мою жену, потому что она лучше сможет на него ответить. Что вы думаете? Моя мама думает, что здесь какая-то суть или сущность, или что-то в этом роде. Я не знаю. Я вообще не очень... У меня нет вообще понятия. У некоторых людей есть очень яркие воспоминания о своих прошлых жизнях. и у них получается каким-то случайным образом приносить это в их следующую жизнь. И вот есть поток сознания, который сумати. И он раскрылся в этой жизни как сумати. И вот эти компоненты, они раскрываются как сумати. И есть вот карма, чтобы иметь эти компоненты, и они тоже раскрываются. Это вот как я что-то оставил в прошлой жизни. И кажется, что я взял что-то с собой, и это новое раскрывается в целый поток ума и продолжается. А когда это прекратится... Когда это прекратится и раскроется снова, и я стану кем-то другим, и Будда, или еще кем-нибудь... Я посмотрю... Я поищу ответ на этот вопрос, Лейла. Даже думать об этом как о потоке ума... Даже вот думать о том, что это будет продолжаться, но он постоянно изменяется. Я постараюсь найти ответ на твой вопрос. А может быть, у кого-то есть идея? Может быть, Майк, у тебя картинка, которая показывает, что у тебя есть поток сознания, поток ума, очень такой разноцветный. Да, он цветной. Это цветное. Когда вы говорили про ментальное заболевание, которое вот раскрывается таким образом, я думаю, что ум человека, человеческий ум, поток сознания, поток ума в виде человека имеет ограниченные способности. Да, вы используете какие-то психоделические наркотики или вещества, давайте скажем, вы как бы затрагиваете какие-то части дополнительные вот этого потока ума. Я не могу выразить, не знаю вообще, понятно ли я выражаюсь. Я никогда не пробовал наркотики, если что. Я не знаю, как это ощущается. Я очень горд тем, что я никогда не пробовал наркотики. Да, я напивался. Это были такие счастливые какие-то моменты, когда я вдруг был пьяный, но я никогда не... Я закончила уже с алкоголем, но я никогда не... Кроме медицине какие-то используемые вот эти вещества для выздоровления, я не использовал никаких... Но я знаю, что люди... Я видел зависимых от наркотиков, и они пробовали либо марихуану, либо какие-то еще. Хорошо, до свидания, Катя. Увидимся на следующем занятии. Это сложный курс, и вот между этим курсом и тринадцатым курсом, я надеюсь, у вас появится больше интереса на эту тему. Это очень мощный материал, который для изучения... Я постараюсь работать лучше на тринадцатом курсе. Поэтому увидимся... Увидимся все в четверг. Нет, в понедельник. Да, в понедельник. Пожалуйста, заботьтесь о себе. Спасибо. Посвящение. Добродетелью того, что я только что совершил, да смогут все существа завершить накопление заслуг и мудрости, и таким образом получить два совершенных тела, сотканных Добродетелей и мудрости. Пока-пока. Лейла, ты еще здесь? Лейла, ты еще здесь?